Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Хотелось бы спросить и у вас. США заявили о доказательствах, что Россия казнила украинских военнопленных в Донецке. Как вы думаете, это правда, это военная пропаганда или недостаточно пока доказательств? Очень сложно мне как следователю отвечать на этот вопрос. Я знаю, что Донецке, именно ДНР, ЛНР, они как бы пленных не берут. Поэтому я склоняюсь к тому, как человек, как гражданин Украины, что это правда. Как следователь, как правовед, юрист, хотелось бы, чтобы не Соединенные Штаты заявляли, а мы заявили, что у нас есть предварительные доказательства, что наши военные были казнены. Сейчас идет расследование, в ближайшее время мы предоставим основательные доказательства для этого. Знаете, мы-то верим, да, нам кому остается верить? Только своим. Но иногда хотелось бы действительно доказать, потому что бывают случаи, что заявляется одно, а где-то через месяц-два растворяется, и мы не знаем. Это порождает какие-то основы недоверия к такой информации. Так нельзя поступать. Поэтому нужно аккуратно, не нужно бояться, что вот однозначно заявить. Есть признаки того, что были казнены, зарезаны, расстреляны. Сейчас собираем существенные допустимые доказательства. Чем плохая информация, понимаете? Для политиков, конечно, уничтожили наших солдат, это нормальное заявление, месседж. Но еще раз хотел бы акцентировать внимание на том, что иногда нужно юридическую сторону подтягивать побыстрее к политическим заявлениям. Вы знаете, я сегодня, читая информацию, наткнулась на очень интересную статью BBC. И ее, кстати, активно перепостили очень многие издания, как Украины, так и мира. Там рассказывается о военнопленном сотруднике Красного Креста Владимира, которого взяли в плен под Киевом. И он рассказал, что происходило с людьми в плену. Первые несколько дней их держали в подвале завода в соседнем селе вместе с другими гражданскими. Там 40 человек было в помещении площадью 28 квадратных метров. Их били автоматами, кулаками, ногами. Им завязали глаза, завязали руки изолентой. Потом применяли электрошокеры и постоянно спрашивали информацию о военных. Так рассказал Владимир. Один из солдат был очень молодым, почти ребенком. И он бил электрошокером по шее, по лицу, по коленям, как будто развлекался. Потом их перевезли в Беларусь с закрытыми глазами. В Беларуси все эти издевательства над ними продолжались. Он рассказывал о том, что там были не только пленные, которых взяли под Киевом, там были еще и другие украинцы. С ним было еще 72 задержанных. А вообще он слышал, что их было гораздо больше. Потом его и трех женщин перевезли из Беларуси в Крым. И он говорил о том, что в России еще удерживают гражданских. И это стопроцентная правда, потому что он говорил, что в соседней комнате есть люди из Чернобыльской АЭС. Непонятно, кем именно были эти люди, но 169 работников Национальной гвардии Украины, которые охраняли АЭС во время оккупации, просто пропали без вести. И сначала их несколько недель удерживали в подвале станции. Почему вообще людей перевозили с места на место? Вот эти НКВДшные методы, когда людей заставляют пребывать в постоянном стрессе, постоянно их пытают. И какие вообще шансы спасти наших людей, которые остались в плену? Не убьют ли их, чтобы скрыть следы военного преступления? Что-что? У нас есть проблема. Есть даже кто-то... Алло, сейчас слышно меня? Да, 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 да. Да, у нас, да. Дай Бог, чтобы они были живы, здоровы, а шансов освободить пленных всегда нет. Есть процедура обмена, которая во время войны легальная, она в соответствии с Женевской конвенцией. Ее нужно по полной использовать и работать над этим каждый день. Для этого нужны специальные люди, специальные группы, даже, я бы сказал, специальные ведомства, чтобы этим заниматься. Это очень сложная и кропотливая работа. В отношении того, что там вытворяли эти солдаты, молодые и не очень, что я могу... Неадекватного хватает на войне. И это, опять же, я возвращаюсь к юридической стороне. Вы помните, с 2014 года мы собирали доказательства преступлений на Донбассе российско-террористических войск. Международного криминального суда. Заглох Международный криминальный суд. Почему? Я знаю, как вы возили. Ну, говорил один генеральный прокурор, мы отвезли 32 мешка с материалами. Так не принимается в судах дела. Нужно четкие доказательства, допустимые, добытые процессуальным путем. Я понимаю, что кто-то сейчас будет меня обвинять в том, что я во время войны, военного положения говорю об этом. Но мы таким образом не докажем, если мы будем мешками возить. Дома подшитые, пронумерованные, с четкими доказательствами, с четкой описью должно быть. И вот эти факты, которые нам сообщил представитель Красного Креста, они должны быть зафиксированы. И те люди, которых называют, их нужно допросить, опросить, зафиксировать и положить в томик. Вот когда... А так, если это не системно, если мы только сейчас на телевидении, в интернете поговорим, и дальше пошли дальше, каждый день случаются такие. Это чистые нарушения традиций и обычаев войны. Их нужно фиксировать. Это уголовное преступление, за которое предусмотрено очень жесткое наказание. Но его нужно доказывать. И политические заявления, политические лозунги, экспертов какие-то заявления и выводы, без допустимых доказательств, а именно осмотров. Можно осматривать интернет-ресурсы, допрашивать людей, делать другие следственные действия, экспертизы. Они дистанционно тоже делаются, определенного вида экспертизы. Вот на чем я хотел бы акцентировать внимание. Потому что, таким образом, мы потом останемся опять у разбитого корыта, где будут мишки с какими-то документами, а не будет существенных доказательств. Поэтому то, что вы рассказали, это страшно, это действительно жуткие нарушения обычаев и традиций войны, но их надо фиксировать. Кстати, по поводу фиксации доказательств. Мы все прекрасно понимаем, что Мариуполь сейчас разрушена, Засталь находится в осаде. И то, что происходит в Мариуполе, ну, честно говоря, тяжело описать, потому что мы не можем видеть полной картины. Но вот, что стало интересно. Вчера русские пропагандисты заявили о том, что Мариуполь будет открыт для журналистов, лояльных к Российской Федерации. Даже для иностранных журналистов, лояльных к Российской Федерации. Сейчас там проходит активная аккредитация журналистов. Они отбирают, кого можно будет пустить, кого нельзя. Темой визита в Мариуполь будет показать военные преступления украинцев. Они хотят показать, где украинские азовцы пытали людей и даже готовят местное население, которое будет рассказывать о военных преступлениях Украины. Удастся ли спровоцировать такой пропагандой европейские страны и удастся ли им очередной раз вылить грязь на Украину? Ну, вы знаете, уже, к счастью, скорее всего, в мире никто не верит агрессору, верят Украине. И мы должны это использовать. Не нахрен, но использовать. Поэтому, кого допустят они там журналистам, пусть допускают. Они сегодня пророссийские, через месяц, два, полгода, год, они будут проукраинские или объективные. Их можно будет допросить, и они расскажут, что они там видели. Я хотел бы снова акцентировать внимание. Вы знаете, после 2014 года, после начала войны на Донбассе, вот мы собирали, собирали, а россияне тоже направляют материалы в Международный криминальный суд. И тоже говорят о геноциде, чтобы мы это знали. И поэтому тут соревнования должны быть процессуальные, а не заявлениями. И они направили, кстати, в Международный криминальный суд ГАГУ. Два издания книг о якобы наших преступлениях. Еще раз хотел бы призвать всех, чтобы эта работа была системная, процессуальная, профессиональная и качественная. Только тогда мы сможем получить поддержку международных судебных инстанций. Это очень важно. Если не сегодня, то через год-два это будет очень важно. Я еще хочу вас спросить о смене руководства. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов будет лично командовать наступлением оккупационной армии на Изюмском направлении. По предварительным данным, он уже прибыл в пункт управления вооруженных сил Российской Федерации во временно захваченном расистами Изюме. Многие уже окрестили такую перестановку кадров с ссылкой Герасимова. Как вы думаете, как это повлияет на ход боевых действий? Кто такой Герасимов? Чего от него ждать? Учитывая, что Изюм живет уже более двух месяцев в режиме непрерывных боевых действий, Изюму взять не удалось. Как вы думаете, что изменится? У меня такое впечатление. Я знаком с Герасимовом. Был на переговорах в 2014 году. Правда, непосредственно вели переговоры чисто военные. Я занимался гуманитарной проблемой, а именно нашими заручниками. У меня такое впечатление, что он вечный начальник генерального штаба в Российской Федерации. Это очень опытный, военный, военный до мозга костей, как говорят. И знаете, вот сегодняшний, я бы хотел расширить немножко ваш вопрос. Сегодняшнюю ситуацию я вот наблюдаю. Вот этот кипиш, копошатся, говорят, там под Изюмом, что вроде приехал стратег, тех, которые не будут проводить тактические, а стратегические операции. Мы знаем, в чем она заключается, в движении на Славянск и так далее. Потом у нас идет какая-то непонятная возня в Крыму. Вроде бы они готовятся к переброске морского десанта в Одессу. Тоже непонятные вещи творятся на аэродроме в Тирасполе, в Ливии, в Агнеровце отзывают сюда. То есть нас ждет что-то очень агрессивное и тотальное. Но я бы не спешил с этим. Скорее всего, мы должны быть готовыми к тому, что россияне ударят там, где мы не ожидаем. И я бы вот этому приезду Герасимова в Изюм не придавал основоположное значение. Потому что мы говорим о том, что 9 мая руководство хочет какую-то победу, но для них взятие Одессы – это не меньшая победа, чем Мариуполь или Славянск, понимаете? А может даже и большая. Поэтому нужно четко отслеживать. Я думаю, что наше оперативное военное командование это видит, расставляет там шахматные фигуры и будет готова встретить агрессора там, где он пойдет в наступление. Приднестровье. Сейчас там проходит мобилизация, и ситуация в Приднестровье достаточно непонятная. Я уже несколько раз вас спрашивала, чего можно ожидать от Приднестровья, ведь по большому счету это как рояль в кустах. У них же есть вооружение. Удастся ли им собрать армию и активизировать наступление в сторону Одессы со стороны Приднестровья? Ну, если верить заявлениям руководителя Приднестровья, то мобилизации у них нету, но есть призыв резервистов. Это тоже своеобразная мобилизация, от этого призыва до мобилизации не так уж далеко, это два шага. У них там, ну, как бы сформировать две тактические там группы для наступления, ну, это где-то десять. Видно был звонок. Сейчас вернется наш гость. Ждем несколько минут, дорогие зрители. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. Так. Ну что ж, гость есть? Большое спасибо, дорогие зрители, что вы нас поддерживаете. Я рада тоже вас очень видеть. Пока наш гость настраивает камеру, видно, кто-то ему позвонил в процессе. Я бы хотела анонсировать, что мы поговорим обязательно, вот просто обязательно, must have, должен быть такой разговор о том, что снова заявляли о том, что будут бомбить правительственный квартал в Киеве, об этом говорили в России. И, а также я хочу вам сообщить, что во многих городах Украины сегодня вышел очень интересный сюжет. В каждой области свой. Я вот даже процитирую, сегодня мне отправила дочь, это очень интересное сообщение, она находится в центральной Украине. Так вот там уже приготовили три вида сирен новых, которые будут, каждая означает определенный вид атаки. Если раньше мы просыпались под обычную сирену, и мы знали, что что-то у нас в небе летит, то теперь звук сирены будет отличаться. Если мы слышим обычную сирену, значит, нас просто обстреливают ракетами. Если мы слышим колокольный звон, это химическая атака. Если мы слышим звон набата, это ракетный обстрел. Если мы слышим звук гудка поезда, это значит, что этот район должен немедленно включить телевизоры или радиостанции, для того, чтобы узнать, на каких поездах и каким видом транспорта будут эвакуировать население. Честно говоря, такая новость напугала и меня, и мою семью, да и всех моих знакомых, потому что мы понимаем, что нам придется к чему-то готовиться. И вот как человек, который проживает в Украине, я вам скажу, что за неделю до того, как началась война, у нас начали тестировать систему воздушного оповещения. Детям в школах рассказывали о том, как правильно себя вести в случае сирены. Даже планировали, в какие места детей будут эвакуировать, если будет продолжаться учебный процесс. А также у нас были готовы все бомбоубежища. То есть наше правительство предвидело такую ситуацию, что на Украину будут нападать. Просто об этом в открытую не говорили. И вот если учесть такие вот новости, мы понимаем, что ситуация усугубится. И здесь, Василий, вы абсолютно правы. Я сейчас, пока вы переподключались, говорила с нашими зрителями о том, что сейчас во многих городах Украины, вот в частности в центральных городах Украины, вышла новая новость. У нас теперь будет три вида воздушного оповещения. Обычная сирена, потом колокольный звон в случае химической атаки, удар на бата в случае ракетного обстрела, гудок поезда в случае эвакуации. И я вот сравнила с тем, что у нас за неделю до войны во многих городах Украины проходила учебная тревога. Детям рассказывали, как правильно эвакуироваться, что с собой надо складывать в тревожный чемоданчик. И мы понимали, что где-то что-то готовится, потому что были очищены все подвалы, проведены в порядок все бомбоубежища. И местные власти уже, в принципе, предполагали, что начнется война. Если проанализировать ситуацию два месяца назад и то, что сейчас мы увидели в сообщениях, как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию? Ну, к чему нас готовят? Ну, это, в принципе, правильная позиция, правильное решение. Лучше, извините за слэн, прибдеть, чем не принимать решение и ничего не делать. Поэтому вот эти все сигналы, они должны быть четко изучены. Их должны знать и дети, и взрослые, и старики. И ничего здесь зазорного я не вижу. И, кстати, на начало боевых действий тоже, ну, где-то больше, где-то меньше. В принципе, местные власти и служба безопасности Украины, другие органы компетентные подготовили. И все бомбоубежища и подвалы, которые можно было приспособить для того, чтобы люди прятались от военной угрозы, от бомбардировок, ракетных обстрелов и так далее. Поэтому нас готовят, ну, хочешь, мира готовься к войне, может, не совсем уместно, но я бы так ответил на ваш вопрос. Вот у нас тут зрители спрашивают, если Герасимова уберут, РФ быстрее капитулирует? Или информация про него так активно постится, чтобы заставить его целью сделать и наделать ошибок? Знаете, сложные вопросы зрители задают, такие, как военные стратегии. Вы знаете, незаменимых людей нету, это, ну, всем известно. Поэтому, знаете, когда говорят, что вот Путина там не станет, и все будет хорошо, и вот мы с Россией там подружимся. Нет, это ошибочные мнения, ошибочные решения и ошибочная стратегия, я бы так сказал. Поэтому я бы не зацикливался на генерале Герасимове, потому что есть много военных руководителей, которые прошли там и Сирии, и Ливии, и Афганистан еще раньше и так далее и тому подобное, которые имеют определенный опыт, негативный для нас опыт, но имеют. Поэтому на это я бы не обращал внимания. Нам нужно четко разработать систему обороны, а потом, возможно, и контрнаступление, о котором мы всегда говорим. И должны об этом говорить, потому что люди должны верить, что рано или поздно мы должны освобождать нашу землю. Я хочу еще с вами поговорить о том, что российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их идти в наступление против украинских военнослужащих. Об этом свидетельствует опубликованная СБУ переписка командира полка захватчиков, который воюет под изюмом в Харьковской области. И там говорится о том, что солдаты молодые, они трусят, и их не могут заставить идти в бой, и даже показательно расстреливают, но это не дает никаких результатов. Как бы вы могли прокомментировать такую ситуацию? Слышали бы вы что-то об этом? Я не верил в полномасштабную войну России против Украины. Я смотрел ролик, когда ждал эфира с вами, беседы с вами, и там один из спикеров очень четко сказал, и так не должно было быть, так не может быть. Это не та война, невозможно, чтобы Россия напала на Украину, ну где угодно, как угодно, с кем угодно, но не с Украиной. Поэтому и солдаты, и офицеры, и старшие офицеры есть, мы скоро узнаем, ну или попозже, которые не воспринимают эту войну. И, конечно, применяют к ним различные методы, ну, наверное, и стреляют в них, и убивают, но это уже дело внутренней юстиции Российской Федерации. В нас, мы уже сегодня много поговорили, чем нам нужно заниматься, и что фиксировать в плане нарушения правил обычаев войны, когда над нашими издеваются, когда пленных применяют самые различные виды испытаний, и так далее, и тому подобное. А там, как они себе сами разбираются, я думаю, что эта информация будет известна не только нам, но и родителям, родным и близким тех ребят, которых расстреливают за то, что они не хотят идти воевать. Но таких людей очень много. Мало людей могут себе представить, что они идут воевать. Мы же понимаем, насколько родственные связи приплились. Ребята заходят, и знают, что тут бабушка у них, а тут дедушка похоронен, а тут тетя живет, а тут двоюродная сестра. И это нелегко. Я еще хочу у вас спросить. Смотрите, в Саратовской области столкнулись два вертолета. Два человека погибли, один пострадал. Много ли таких случаев в армии Российской Федерации? Потому что, насколько я знаю, был такой случай с самолетами военными, которые вылетели бомбить Украину. Один самолет сбил другой самолет. И вот такое военное кукаряково в России сплошь и рядом. Вы знаете, давайте будем объективны и откровенны. Мы используем одни и те же самолеты. Миги там и так далее, если говорить о истребителях. Различать их буквами, буквными обозначениями – это одно. Но есть ситуация, когда этих букв не видно и так далее, и тому подобное. Но сбивают друг друга. Бывает, что стреляют и артиллеристы по-своих, и танкисты по-своих. Это война. И война между, скажем так, людьми одинаковыми за внешностью, с техникой, которая тоже, внешний вид, который одинаков. Ну что, получается так, что сбивают друг друга. И, конечно, ну это хорошо, если они сбивают сами себя. Ну, наверное, таких случаев не так уже много, потому что есть опознавательные рычаги, свой, чужой и так далее. Но где-то они не срабатывают, где-то нервы сдают, ну и так далее. Смотрите, Путин с 2010 года сделал массовую ставку на калибризацию своего флота. Повально на всех кораблях устанавливали крылатые ракеты «Калибри». «Буян-М» – это самая массовая серия кораблев военно-морских сил РФ, которые имеют на вооружении ракеты «Калибри». Эти корабли длиной 74 метра с полной водонагрузкой 949 тонн. Как можно их, их можно даже классифицировать как корветы. И каждый из кораблев несет универсальную пусковую установку, которая может помещать в себе до 8 вот таких ракет «Калибри». Вопрос. Скажите, есть ли у нас что им противопоставить и поможет ли Украине Запад в борьбе с таким вооружением? Мы буквально вчера-сегодня имеем информацию самую свежую о поставках нам тяжелого вооружения, в том числе и зенитно-ракетных комплексов и так далее и тому подобное. Я уверен, что если все будет осуществлено и нам не будут затягивать с этими поставками, нас будет что противопоставить агрессору. Ну, знаете, я бы сейчас на эту тему не распространялся. Ну, чтобы мы не раскрывали некоторые моменты, хотя мы и сами немного знаем, но не хотелось бы давать информацию к размышлению врагу. Они что смогут, сами получат. Не хочется быть, ну, представить, да, не хочется быть информатором данной ситуации. После вчерашней встречи в Рамштайне риторика русских пропагандистов изменилась. Сейчас основной ключевой месседж – это то, чтобы выиграть не просто войну в Украине, а выиграть Третью мировую войну. В частности, у Соловьева на передаче сказали о том, что мы не можем проиграть Украине, нам придется воевать в Третьей мировой войне. Как это можно понимать? То есть Россия готовится воевать с НАТО? Мы должны понимать это именно так и готовиться к тому, что, опять же, Россия будет воевать с НАТО в основном на нашей территории, потому что к нам сейчас идет вооружение, вот о котором мы говорили, тяжелое. Это натовские вооружения. Мы приходим на натовские стандарты, буквально наше военное командование заявило этот день-два назад. И Россия, многие говорят, в том числе руководители больших стран, и президент Соединенных Штатов Америки, и премьер-министр Великой Британии, что Россия просто пугает ядерной войной, ядерными зарядами. Я думаю, что Россия, если будет угроза поражения ее, и она это прочувствует, она может применить это страшное оружие. А какой шанс, что Россия будет воевать на несколько фронтов на разных границах или того подобного, что АДКБ будут защищать Российскую Федерацию в случае штурма Кремля? Вы знаете, время живем не смешное, но штурм Кремля хорошо выглядит парад на Красной площади. Когда-то кто-то из наших руководителей военных говорил об этом. Но я бы не хотел, чтобы россияне проводили парад на Крещатике, а мы там сегодня заявляли, что мы идем до Урала. Я бы хотел, чтобы были договоренности, чтобы хотя бы остановить войну, убийство людей, смерти солдат, бойцов, мирного населения, а потом решать и с Крымом, и с Донбассом. Все дипломатическим путем решается. Поэтому меньше вот такой агрессивной риторики сегодня нам нужно. Тем более мы должны понимать, сегодня не мы на территории России наступаем, а россияне заняли определенную часть, немалую, давайте будем откровенны, нашей территории. И нужно объективно оценивать ситуацию, тогда можно принимать объективные стратегические решения. Я бы еще хотела вам задать такой вопрос, как бы вы расценивали вчерашнюю встречу в Рамштайне? Я у многих экспертов спрашивала, у каждого свое мнение. Как вы считаете, о чем на самом деле говорили на одной из самых крупнейших европейских баз НАТО, и какие шансы у Украины стать действительно членом сильного, мощного военного союза? Если вы говорите, вы же не сказали НАТО, а сильного, мощного военного союза. Когда-то наши руководители, наши державы говорили, что может быть противовес НАТО создать свой военный союз. Ну, были там разные как бы линии, и Великая Британия, Польша и так далее и тому подобное. Но понятно, что это нереально, поскольку НАТО имеет историю, НАТО имеет планы, НАТО имеет стратегию, НАТО имеет много перспектив, в том числе военной части. Вы знаете, мне очень больно стало, когда Столтенберг заявил, что вот если Швеция и Финляндия подадут заявку, то мы их очень быстро примем, потому что мы давно с ними сотрудничаем. И мне захотелось, не было возможности спросить, а с Украиной вы мало сотрудничали? А Украина меньше критерий выполнила, не в обиду абсолютно ни финнам, ни шведам, чем эти страны. Поэтому вот это собрание 43, если не ошибаюсь, министров обороны в Рамштайме, не хотелось, чтобы оно выглядело как форум, как какая-то политическая, военно-политическая платформа, чтобы это было четкое решение, от которого они не будут отступать. Я больше всего боюсь, что вот в этой преддверии Третьей мировой войны наши западные партнеры скажут, ну ладно, достаточно, дальше воевать не будем, давайте договариваться. Тогда договариваться надо будет за счет Украины. Вот чего я боюсь, и мы об этом тоже должны всегда помнить. То есть вы все-таки считаете, что мы на пороге Третьей мировой? К сожалению, я вижу вот это мощные поставки оружия от НАТО из самых Соединенных Штатов Америки, дает нам возможность чинит и сильный опыт, скажем так, Российской Федерации, и при приятном сечении обстоятельств можно и прийти в контрнаступление. И понятно, что Россия, вы там вспоминали их шпикеров, они заявляют то, что говорят Кремле, поэтому мы к этим должны относиться к серьезным передачам пропагандистским российским. Да, что возможно вот это преддверие, я даже боюсь это повторять, говорить, но оценивая реальную ситуацию, анализируя ее, я не претендую, наверное, все-таки президенты, ведущие стран, лучше ее оценивают, ситуацию, больше информации имеют, у них целые разведки, но мы все однозначно понимаем, что Россия проигрывать не захочет.